МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С приходом сентября добавились новые проблемы, связанные с наводнением. Все ли дети смогут пойти в школы и в детские сады? О непростом начале нового учебного года мы сегодня поговорим с министром образования и науки Амурской области Мариной Севич. Марина Григорьевна, здравствуйте. Добрый день. Прежде всего, хочу вам сказать большое спасибо, что вам удалось выкроить время для нас. Знаю, что у вас сейчас непростые времена, рабочий график расписан буквально по минутам. По предварительным итогам, сколько учреждений образования пострадало в результате ЧАЭС в Преамуре? 251. Это школы, сады? Это все вместе, образовательные учреждения. Общим объемом, который мы сегодня предварительно считаем, более 380 миллионов рублей. Сколько из них совсем непригодны для работы? Сегодня не открылись, и которые сегодня стоят еще в воде. Это две затопленные школы Архаринского района, которые действительно вода. Все остальные, это подвалы, крыши, отмозки, разбухшие окна, двери, поврежденное то, что было повреждено. Это все восстановимо. А две школы стоят в воде сегодня. То есть в этом году, в этом сезоне уже не откроются? Ну, сейчас говорить о чем-то очень нереальном просто. Известно, что средства на восстановление и ремонт выделяются. И вот кто выделяет, откуда выделяют? Эти документы мы сейчас очень активно оформляем через МЧС. И нужно сказать, вот два образовательных учреждения, которые круглосуточное пребывание. Это школа-интернат номер 4 города Свободного и Югстинская спецшкола. Они уже получили на сессию 29 августа первые средства, которые пойдут на ремонт. Два наших образовательных учреждения. Все остальные в стадии оформления. Мы сдаем документы, мы надеемся, что нам тоже будет поддержка. А средствами помогают ли на областном уровне, на федеральном уровне? Сейчас областной бюджет, потому что это круглогодичные учреждения, уже выделил денежные средства более 8 миллионов рублей. Там начались работы. Хватает ли средств, которыми помогают? Или нужно еще и еще? Ну, средств нам никогда не хватит. Мы очень большая система образования, которая очень затратная. Во многих амурских школах были развернуты пункты временного размещения. Начали ли уже эти школы работать сейчас по своему прямому назначению, именно как школьное учреждение? Да, естественно. Они были все готовились, во-первых, за неделю были выведены оттуда люди. Более того, у нас есть такие школы, которые, допустим, могу привести пример, как Градекова и Усть-Ивановка. Там сегодня в Градеково два ребенка, а в Усть-Ивановке шесть человек, которые придут сегодня на начало учебного года и сядут за партой. Все остальные дети находятся в загородных лагерях. А что будет с людьми или куда денутся люди, которые в этих ПВРах размещались? Они теперь где? Ну, это занимается муниципальное образование. Все люди, они перемещены на другие социальные объекты, где размещены пункты временного размещения людей. Многих волнует вопрос дезинфекции санобработки школьных и учебных учреждений. В обязательном порядке эти вопросы мы вместе координируем с Роспотребнадзором. Как только ушли пункты временного размещения, там везде проведена санобработка. И она продолжается. Но в сроки все это успеваете? В обязательном порядке. Туда, куда пришли дети, не все санитарную обработку прошли учреждения. Без этого нельзя. А каково число детей, чьи дома оказались затопленными? Ну, более 10 тысяч по области сегодня. Детей, которые в зоне затопления оказались. Как они начнут учебный год? Или начали? Они все начали, они все начали. Мы почти около 3 тысяч детей вывезли за пределы Амурской области. И в загородные здравоохранительные лагеря, круглогодичные на территории нашей Амурской области, которая находится. Это почти 3 тысячи детей, которые начали учебный год, но не в родных стенах. Многих отправили вообще за пределы региона. На Сахалин, да? Да, Сахалин, Приморский край, Океан, Всероссийский лагерь, Орленок, Липецкая область. Даже куда-то на Черное море, да? Ну да, это Орленок. В Орленок улетело 200 ребят. А какой это возраст? А возраст от 2-го по 8-й классу. Если вдруг окажется, что ребенок звонит и жалуется, что ему там нехорошо, обижают его, может быть, дети? Этого быть не может, потому что мы отслеживаем эти процессы. Дети, когда садились в самолет и поезда, мы имели всегда связь с теми, кто их встречал. Их все встречали, делали серьезную подготовку те наши коллеги, которые в Приморье, Сахалинская область, Липецкая область. Вот они сегодня прилетели в Шерементьево, их сразу встретили на автобусах, увезли в Липецкий хороший центр круглогодичного действия, где для них будет организован и отдых, и реабилитация, и обучение. Но в целом дети положительно отнеслись к этому, им лучше там сейчас, чем дети? А вы знаете, у нас какая проблема получилась, в частности, по Архаринскому району, у нас многие родители детей своих не отпустили в лагеря. И сделали, наверное, неверно. Мы продолжаем эту работу. Сегодня нам еще дополнительно пришли на помощь Приморцы, они сегодня еще предлагают нам свои круглогодичные загородные лагеря, где можно обучаться и проживать. И вот буквально завтра мы вылетаем опять в Архаринский район и будем работать с мужем, там побывали, с родителями встречались. Поскольку дети находятся в пунктах временного размещения, это учреждение образования, опять детский сад, это опять интернат при школе Архаринской и нашем профессионально-техническом лице. Но хотелось бы, чтобы дети все-таки получили такую хорошую реабилитацию и отдых, потому что уже целый месяц ситуация вся длится. Учебный год долгий, и постараемся, чтобы родители убедились, чтобы они отпустили детей. А если все-таки останутся такие родители, которые не отпустили детей, какова будет судьба этих детей в связи с учебным годом, а никуда пойдут? Они будут проживать на пунктах временного размещения и обучаться в школе в обязательном порядке. Например, опять же, тут же Архару, где сегодня много детей, да? Они будут жить на базе нашего профессионально-технического лицея, а обучаться в 95-й школе поселка Архаран. Со школьниками понятно, а как вот быть с дошкольниками? С дошкольниками аналогично есть поручение губернатора, и Министерство социальной защиты сейчас определяет молодых мам с такими маленькими детьми. Опять же, в круглогодичные наши пансионаты это Василек и Бардагон. Но это с мамами будет? Да, они будут с мамами находиться. Более того, к нам приступило предложение, мы начали сейчас отрабатывать. Приморцы ждут 300 человек. Мам с детьми готовы тоже разместить достаточно длительное время на реабилитацию. Акция «Губернаторский портфель» существовала и прежде, а претерпела ли она сейчас изменения в связи с наладнением? Вы знаете, ей уже 11 лет в этом году было, более 3,5 детей получили губернаторский портфель. Она меняется только в том, что портфели другие, меняются канцелярские принадлежности другие. И вот и все. Остальное идет так. Помогаем клиентам каждой малобеспеченной семье. В этом году помогать придется большему количеству семей, потому что теперь добавляются не только малобеспеченные, но и те люди, которые потеряли имущество. Да, конечно. Я хочу сказать, очень много у нас людей откликнуло. В частности, у нас была акция «Соберем детей в школу», очень много благовещенских предприятий, частных лиц, которые помогали собирать детей. Действительно, люди в этой ситуации были очень великодушны. Соберем детей в школу, это, если я правильно понимаю, это помощь не только портфелями и канцелярией? Нет, это одежда, это школьная форма, это обувь даже и всевозможные. Индивидуальный подход был к детям. И сейчас, когда дети приехали в Колосок сегодня, допустим, проживают дети в Белых горах, дети из далеких сел. И мы сейчас уже знаем индивидуально каждые проблемы, поэтому мы работаем именно в конфекции с волонтерами, которых сегодня у нас много на территории Амурской области. Они с Москвы прилетели, местные наши ребята, поэтому каждой конкретной семье ребенку будет оказана помощь в дальнейшем. Нужны теплые вещи сейчас уже. Уже другой этап наступил. Все сейчас обсуждают и пишут относительно учебного года, школьников обсуждают и обсуждают детские сады, дошколя. А очень мало почему-то говорят о детдомовцах. Их ведь тоже коснулась эта проблема, как и других. Что в детских домах происходит? Оказались ли затопленными? У нас по детским садам была ситуация. Два детских дома мы вывозили. Это Константиновский, который проживал на территории профессионального лицея села Тамбовка. Там дети были. Сейчас они отдыхают, они уехали в Приморье. И другой детский дом, это Зея. Их тоже мы эвакуировали в числе первых. Они проживали на базе Шамановского профтехлицея. И дети сейчас отдыхают на Сахалине. Когда у вас последний раз был полноценный выходной? Вы знаете, я думаю, об этом не надо говорить. Сейчас нужно очень много работы. И наша задача постараться все-таки всем детям, их мамам помочь. Другой цели сейчас нет. Как раз когда уходит вода, у нас еще больше, наверное, нужно внимания, времени. И поэтому мы стараемся работать очень тесно с главами муниципальных образований, чтобы у нас не остался ни один ребенок, который бы сегодня не имел возможности полноценного обучения. С этим не поспоришь. Друзья, в качестве подведения итогов нашей беседы, хочу сказать, что бы ни случилось, какая бы беда ни пришла, как бы трудно ни было, о детях помнить нужно в первую очередь. Я еще раз вас благодарю, Марина Григорьевна, что вы к нам пришли. Я напоминаю, что у нас в гостях была министр образования науки в морской области Марина Сельевич. Спасибо большое, что нашли для нас время. Всего доброго. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова